Присут в Риме достойно Царствия Небесного. Трёхлетней девочкой Пресвятая Богородица была отдана на служение Богу. Сама она поднялась по высоким ступеням в Иерусалимский храм, и отец Иоанна Претечи, первосвященник Захария, по откровению свыше ввёл её во святая святых, алтарь. Туда, куда не могли войти не только миряне, но и первосвященник заходил лишь один раз в год. Так небольшое событие стало Великим Двунадесятым праздником. Отмечается он 4 декабря. О событиях предстоящей недели – церковный календарь. С 28 ноября Святая Церковь вступила в сорокадневный пост. Он приурочен к встрече Великого Праздника Рождества Христова, поэтому и называется «Рождественским». 2 декабря отмечается память святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Он происходил из рода потомственного духовенства и обладал уникальным даром слова. С 20 лет начался его путь проповедника. Его называли Великим Архипастерем, столпом Русской Церкви и Государства. К его опытности и мудрости прислушивались императоры и великие князья, министры и сенаторы, губернаторы и генералы. Евангелие, творение святых отцов и другие книги его трудами были переведены на русский язык. 4 декабря – Великий Двунадесятый праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога. Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой жизни – Бога от Раковицу, в которой, по слову Иоанна Крестьянкина, духовно прорастет новый спасительный завет человечества с Богом. Через Деву придет в мир Спаситель Христос. Православные люди начинают готовиться к Рождеству Христову. И прежде всего, это духовная подготовка, соблюдение сорокадневного рождественского поста. В чем особенность одного из многодневных постов православного календаря? Какова его цель? На эти вопросы сегодня отвечает священник Читинской епархии, Отец Владимир. Здравствуйте, Отец Владимир! В чем суть православного поста? Пост – это делание и телесное, и духовное. Мы активнее посещаем богослужения. Мы стараемся умерить себя в наших мыслях, чувствах и пище. К сожалению, в современном мире бытует не совсем правильное мнение о том, что пост – это лишь нечто, чисто некий отказ от определенного рода еды. Впоследствии получается, что у нас происходит не духовное делание, не очищение души, но всего лишь такая некая диета. И по слову святых отцов, если бы мы только лишь за одну еду попадали в рай, то в рай бы попадали только коровы, потому что они питаются лишь одной травой. Человек – это творение Божие, которое обладает, в отличие от всех других живых существ, живой душой. Придерживаясь только лишь некой такой диеты, мы не несем подвига духовного. Мы должны, я опять же повторяю, совмещать в себе подвиг духовный и подвиг телесный. Стараться, прежде всего, терпимее относиться к немощам своих ближних, потому что никто же свят, только лишь один Господь Бог, да. И в нас есть много грехов, поэтому какое вообще право мы имеем кого-либо осуждать из наших ближних, тем более гневаться. Вот об этом мы должны, прежде всего, вспомянуть в пост. Постараться, также мы должны отрешиться от чего-то такого, что нам очень нравится, от такой вещи. Например, некоторые люди спокойно могут прожить и без мяса. Некоторые люди спокойно могут прожить без молока. Однако в каких-то других вещах они проявляют себя так, как будто бы поста в принципе нет, как будто бы он не идет. Стараться нужно посещать как можно почаще богослужение, постом. Почему, опять же? Потому что постом, из-за того, что мы предпринимаем попытки очиститься душой и телом, все это находит такой довольно негативный отклик в духах злобы поднебесной. Очень многие люди отмечают, что постом их обуревают довольно сильным образом различные искушения. Создается в некоторых случаях напряженная ситуация во взаимоотношениях с рабочим коллективом, со своими домашними, с близкими людьми. И поэтому, вступая на поприще поста, мы должны помнить об этом, что легко нам не будет, и что, возможно, мы претерпим искушения в той или иной степени. В чем особенность рождественского поста? Этот пост у нас сравнительно нестрогий, потому что встречается довольно большое количество дней, когда мы можем вкушать рыбу, масло, в отличие от Великого поста. Батюшка, в каких случаях делаются пославления, и всегда ли нужно брать благословение на это? Конечно, стараться нужно брать благословение духовника. Почему? Он лучше знает вашу душу, он лучше знает ваши какие-то жизненные трудности, ваши жизненные обстоятельства, сообразуясь с которыми он может благословить вас на послабление в посте. Но помимо послаблений, люди часто просят и такое некое тягощение поста, о чем говорят многие, когда действительно по средам и пятницам люди берут на себя такое обязательство вкушать лишь хлеб и воду. И опять же здесь самое главное – понимать, зачем мы это делаем. Не дай Бог, для того, чтобы показаться лучше перед кем-то, праведнее, чище перед кем-то. Но в основном это такое некое утяжеление дается людям для борьбы с их злыми страстями, с луковыми помыслами или еще чем-то. Христос был безгрешен. Для чего Он постился 40 дней? После крещения Господь пошел на молитву в пустыню, 40 дней постился, был искушаем сатаною. И в дальнейшем после этого Господь выходит на социальное служение, на служение народу, людям. Господь показывает нам, что и мы, однажды крестившись, не получаем такую некую протекцию, некую защиту от сил злобы поднебесной. Этим самым показывается, что наоборот, они более обостряют свои силы, дабы погубить человека, крещенного человека, который уже родился, казалось бы, для Царствия Небесного. Однако же бесы пытаются отвратить его от пути праведного. Поэтому, постясь, Господь подал нам такой вот некий пример, что легко не будет, что жизнь не только телесная, но и духовная, это прежде всего борьба. Борьба с самим собой и со своими искушениями, и с наветами дьявольскими. Первая паломническая поездка. Первое выступление перед сверстниками. Православная гимназия имени святителя Иннокентия Иркутского уже третий год проводит детскую конференцию по святым местам России. Воспитанники рассказывают о тех святых местах, в которых им удалось побывать, или о которых они много читали. Самыми юными докладчиками в этом году были ученики вторых классов. Третья ежегодная детская конференция в Читинской православной гимназии началась традиционно с молитвы и напутствия директора отца Владимира. Кроме самих гимназистов, в конференции приняли участие учащиеся 50-й общеобразовательной школы и воспитанники Забайкальского казачьего кадетского корпуса. После небольшого концерта участники разделились на две возрастные группы, младшие и старшие. Я приготовила несколько песен и презентации. По святым местам России это тема. А вот саму презентацию про Миланопритеченский мужской монастырь. В каждой группе студенты и педагоги, которые входили в жюри, оценивали доклады по определенным критериям. Логика и глубина изложения материала, эмоциональность, цели и задачи. Детские доклады – это, конечно, совместная работа педагогов, родителей и детей. У нас все по желанию, то есть кто захотел, тот участвует. Нет такого, что вот пришли, ты и ты будешь там пальчиком показывать. Нет, все по желанию. Мы просто с родителями обговариваем темы и вместе выполняем. Например, кто-то не может сделать презентацию, я помогаю им выполнять эту презентацию. Здесь еще, видите, такой плюс, что родители, дети и учителя уже вместе содействуют, какую-то работу выполняют. Незабываемыми впечатлениями поделилась Алена Ткачева, которая побывала в летнем лагере при Атамановском женском монастыре. Она не только рассказала о красивой и благодатной обители, но и принесла подделки, которые там научилась делать. О Чикойском монастыре, о Нерчинском соборе, о святых местах Крыма рассказали ребята. Для самих докладчиков это неоценимый опыт публичного выступления, а для слушателей полезная и интересная информация. Я услышала очень интересные факты и такую информацию, действительно очень глубокую. И то, что дети представили свои личные фотографии, представили свой личный опыт, это, конечно, очень меня потрясло. И, честно сказать, я хотела бы сама дополнительно заняться вот такими исследованиями, почитать какую-то литературу, потому что очень ценно был представлен материал. Все участники конференции получили небольшие подарки, а ребята, занявшие призовые места, активные педагоги и родители, были отмечены грамотами и ценными призами. В Забайкальском селе Нижний Стан подняли первый купол на строящийся храм. Работы проводили в 40-градусный мороз, но это не помешало селянам завершить очередной и очень важный этап в строительстве храма. Подробности из Нерчинской епархии. Два года назад администрация села Нижний Стан Тунгакучинского района передала православным верующим здание бывшей конторы совхоза «Воскресеновский». Здание без окон, дверей и крыши. Небольшая община взялась за строительство храма в честь святителя Спиридона Тремифунского, не имея никаких средств. Постепенно начали ходить по деревне, собирать деньги. Работа за это время проведена практически уже большая, потому как там все пришлось вычистить, во-первых. Во-вторых, там надо было перепланировку сделать. В-третьих, там потолок полностью заменили, сделали крышу. Сегодня или завтра будут у нас устанавливать окна и двери. Огромной радостью для всех жителей села оказалось известие, что мастера соседнего города Шилка изготовили купол для их храма. Подъем, несмотря на суровые погодные условия, откладывать не стали. Протерея Александр Телькевич, окормляющий северные приходы Нерчинской епархии, по благословению владыки Дмитрия, осветил купол и крест. Для подъема стокилограммового золотого красавца нужен был кран, которого в селе нет. Выручили прихожане соседнего поселка Вершина-Доросунский. Это просто, знаете, как вот, ну я не знаю, вот как сказать, но слезы на глазах, вот там стояли, вот мы все женщины, у всех, вот, ну непроизвольно как-то. Все так потихонечку вытирали слезы. Каждое воскресенье ходим в храм в 11 часов дня. Ну у нас вот где-то человек 10-12. Работы еще предстоит много. Отопление, внутренняя отделка, установка колокольник и остальных куполов. Пока все работы ведутся на добровольные пожертвования самих жителей Нижнего Стана и некоторых благотворителей. Шилкинская православная студия «Надежда». В завершение программы напомню, что в Казанском кафедральном соборе каждую среду в 10 часов совершается молебен с акафистом Святой Матроне Московской, а в субботу в 13 часов Святым Царственным Страстотерпцем. В храме святителя Луки во вторник совершается молебен с акафистом ко Пресвятой Богородице, перед ее образом Феодоровская, а по пятницам святителя Луки Война Есенецкому. Начало богослужений в 17.30. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok